Оказывается, у счастья всего две составляющие – любовь и деньги. Ну или наоборот – деньги и любовь. Человек счастлив, если у него есть любимое дело, любимая работа. А если ещё и дома, и в семье, ну это вообще всё просто, это сказка, это идеально. Учёные утверждают – и денежное вознаграждение, и слова любви действуют на одни и те же участки мозга и делают нас счастливыми. А как же иначе? Если человека любит, и если человек хорошо зарабатывает, значит его признают, и он исключительный. Отсюда первый совет. Любимому задерживают зарплату? Постарайтесь в этот период больше обычного уделять ему внимание и чаще обычного признаваться в любви. Я люблю, и у меня сразу ощущается какое-то чувство стабильности, и то, что у меня эта ниша заполнена, и всё в порядке. Мужчина получил зарплату, а она маленькая? Не пилите его. Говорите ласковые слова и делайте комплименты. Они, как уверяют психологи, возместят недостаток в деньгах. Нет полной самодостаточности. И тогда нам необходимо абсолютно подтверждение любви к себе в любви в глазах другого человека. И тогда отражение этой любви даёт нам силы преодолевать сложности. Одну-две недели будете хвалить любимого, у него прибавится сил, он отличится на работе. За это, глядишь, и премию выдадут. Одними добрыми словами сыт не будешь? Верно. Поэтому, если зарплату или премию всё-таки дали, а любимая приготовила вкусный ужин, не ограничивайтесь банальным спасибо. Говорите о своей любви ещё и подарками. Они повышают самооценку получателя. А мы, чем больше тратим на других, тем счастливее себя чувствуем. Это доказанный факт. Я подарила один подарок, и мне вот спустя год сказали, что этот подарок просто не снимается и носится каждый день. Я в таком восторге была, у меня было просто целый день хорошее настроение. Возникнут трудности с финансами, и конец счастью. И любовь не поможет. Так говорят злые языки. Не верьте им, поможет. Учёные же доказали, и денежное вознаграждение, и слова любви действуют на нас одинаково. Юлия Самойлова, Дмитрий Лихачёв, Первый канал.